Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Анна Каральчук. Здравствуйте. В Гомеле пресечена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков. Изъято 600 граммов альфа-ПВП. Еще в конце декабря оперативники наркоконтроля региона задержали четверых молодых людей, причастных к продаже запрещенных веществ через интернет. По месту жительства одного из них было обнаружено почти 550 граммов наркотиков и все сопутствующие атрибуты – весы, изолента и зип-пакеты. К тому же найден ряд закладок на территории областного центра Гомельского и Реческого районов. По информации оперативников, организатором интернет-магазина стал 23-летний ранее несудимый гомельчанин. Это он предложил своим друзьям заработать легкие деньги на тяжелых наркотиках. Крупную партию альфа-ПВП молодые люди привезли самостоятельно из России. К процессу продаж подключили нанятых минеров, которые делали закладки. Сегодня материалы проверки переданы в Гомельский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело. Ревность до добра не доводит. Житель Брагинского района поджег автомобиль нового возлюбленного своей бывшей. Теперь ревнивца ждет ограничения или лишения свободы на срок до 10 лет. События произошли 12 января в самом центре Брагина. Менчанин приехал в райцентр познакомиться с родственниками своей девушки. Однако вскоре молодому человеку пришлось обратиться в милицию. Неизвестный проколол все колеса и поджег его авто. Сотрудники Брагинского РОВД нашли мужчину, подозреваемого в поджоге. Им оказался несудимый 36-летний местный житель, который раньше встречался с девушкой заявителя. Потом она уехала на постоянное место жительства в столицу. Узнав, что бывшая возлюбленная приехала на свою малую родину вместе с новым молодым человеком, парень не смог совладать с эмоциями. По данному факту возбуждено уголовное дело. Погасил ель. Нетрезвый гомельчанин топором обесточил новогоднюю елку в Новобелецком районе Гомеля. Мужчину с поличным задержали прямо на месте преступления. Дело в том, что в то самое время возле ели дежурил милиционер. Он услышал стук, после чего погасли огни. А затем от дерева начал отходить мужчина с топором. Страж порядка тут же задержал похитителя новогоднего настроения. Им оказался 39-летний гомельчанин. Нарушитель спокойствия был нетрезв. Материалы по данному факту переданы следователям. Спасли на пожаре. В Гомеле накануне ночью горела квартира в пятиэтажном доме по улице Международной. Виновника произошедшего удалось спасти. О ЧП сообщили соседи, почувствовавшие запах дыма в подъезде. Спасатели первым делом провели разведку и обнаружили хозяина квартиры в ванной комнате. 52-летнего мужчину передали медикам. Пожар ликвидировали. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. И коротко о других горячих ЧП в регионе за прошедшие сутки. В деревне Белев Житковического района горел сарай. Предположительно, поджог. В агрогородке Тихинище Рогачевского района тушили жилой дом. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении. А в деревне Поповце огонь чуть не уничтожил баню. Пострадавших нет ни в одном из случаев. Все пожары ликвидировали спасатели. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де Факто. И оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин